Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. С утра вот только что поплавал. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Мета минус 2%, Ворлдкоин плюс 2%, Юнисвап минус, БНБ плюс 4%, Биткоин плюс 1% и 6% плюса на Покете. Интересно. МСРТ минус 3%. Нужно купить. Но это не финансовый совет, вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Я ранний инвестор в этом проекте. Это на биткоине большая чашка с ручкой, скоро закроется недельная свеча, и посмотреть, какие объемы на покупку. Еще день остался, уже было проторговано 841 тысяча биткоинов. Это на деривативах на байбит. А на прошлой неделе вообще полтора миллиона биткоинов было проторговано. До этого был 1 миллион, до этого 800 тысяч, а еще раньше 840 тысяч биткоинов. И на этой неделе тоже хорошее. Я думаю, что еще 100 тысяч биткоинов наторгуем. Поэтому получится почти миллион биткоинов. Объемы предсказывают цену. Криптогрубот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. До сих пор не перевернулся в продажу. Биткоин индикатор бот держит сигнал на продажу. Посмотрим, как закончится эта неделя. Объемы хорошие. Ну а теперь какие паттерны на биточке. Опять же, чашка с ручкой, бычий флаг. И также у нас расширяющийся клин. Но опять же, это только мое мнение. Вы проводите свои исследования. Теперь смотрим на дневном. Стохастик идет вверх. Я думаю, что биткоин в импульсе, в волнах Элиота. Это самый большой импульс, по идее. Первый импульс был тоже неплохой. Затем была сильная коррекция. Слишком сильная, я бы сказал. Это из-за той атаки на биткоин на выходных. Ну и теперь, какую сделку можно было бы открыть на биткоине. Опять же, выходные и может быть еще какая-то атака. И у меня тут стоит торговая идея зайти на 56, если выйдут снова какие-то плохие новости. Потому что ИТФ закрыты на выходных. А есть такая особенность в это время. Идут атаки на биткоин. Поэтому нужно подбирать ниже и ставить стоп-лоссы. Соответственно, по этой торговой идее, цена входа 56,072. Стоп-лосс на 55,242. Тейк профит на 91 тысячу. Там сильное сопротивление у биткоина. Теперь опускаемся на 4 часа. Здесь похоже на медвежий флаг, и многие говорят, что это медвежий флаг. Но я бы так не утверждал. Почему? Потому что это была атака на выходных на биткоине, когда ИТФ не торговались. Я бы не сказал, что это обычная свеча. Эта свеча ненормальная. Поэтому многие любители, которые занимаются теханализом, что рассказывают про то, что тут медвежий флаг, что тут рисуют. Я даже не знаю, что-то типа такого. Или даже не так вот, каким-то таким образом. Оно как бы и похоже, может быть, но я бы все-таки не говорил, что это медвежий. Потому что эта свеча на 49, она неадекватная. Ну хотя, конечно, и сейчас может биткоин вниз уйти. Если будет какой-то плохой новостной фон, и такое нарисует. Я бы дал 30% вероятности, что такое произойдет. Не больше. Но в принципе, поставить там какую-то заявку можно, на всякий случай. Если будет снова какая-то атака. Те, кто манипулируют рынком, они могут воспользоваться моментом и пролить цену. Короче говоря, вот две такие торговые идеи. Одна более рискованная. Ну как рискованная? Нормально, в принципе. Потому что от поддержки заходим на 56 тысяч, а вторая мы заходим на 48 800. Это можно поставить чисто на всякий случай, если биткоин вдруг просыпется. Но в таком случае убирайте стоп лосс ниже 48 тысяч. Теперь я покажу вам свой торговый аккаунт на Bybit. Ссылочка на регистрацию на Bybit есть в описании под видео. На балансе у меня 580 200 долларов. Год назад на этом аккаунте было 150 тысяч долларов. На бычке в марте у меня было 900 тысяч долларов. Там даже больше 920. Затем на 700 опускался. Поднимался на 890. Снова 700 тысяч. Затем 600. Потом еще ниже. 528. 600 тысяч. И теперь 580. Сумасшедшие полгода. Но, конечно, просадочка получилась серьезная. Если считать от максимума, когда у меня было 920. Нужно было тогда все продать и сидеть на жопе ровно. За 90 дней минимум был. Где тут был минимум. Это получается... Сколько? 513 было. Да я этого даже не заметил. Поднимался на 630. Месяц тоже был веселенький. Посмотрю. Многие, конечно, мне рассказывают, что я хреново торгую. Что я типа наторговал со 150 920 тысяч. И затем половину просрал. Опустился на 580. Но, ребята, я с этим не согласен. Я гениально торгую. А кто говорит иначе, тот просто ни хрена не понимает в криптотрейдинге. Сами вспомните, какой был замес в эти последние месяцы. Многие вообще потеряли все деньги. Вообще, ребята, я хочу вам сказать, что это самый сложный рынок из всего, что я торговал. С 2020 года это просто сумасшедшие, сумасшедшие месяцы. Какие-то неадекватные. Был кризис 2008 года. Было падение на 50 процентов. И затем рынок зашел в стадию восстановления. Затем было падение в пятнадцатом году. В декабре. Рынок просел. Потом еще в 2018. Что-то там с Трампом. И затем в 2020. Там все упало на 50 процентов. А затем рынок вверх пошел. Центробанк напечатал и выпустил в рынок триллионы долларов. И рынок пошел вот так. И затем на вершине была просто сумасшедшая волатильность. И многие трейдеры и инвесторы потеряли на таком рынке деньги. Моя сделка по биткоину в на 10 тысяч 200 долларов. Размер этой позиции 316 тысяч. Отлично. Хорошо торгую. Юнисвап. Немного опустился. Это то, что я держу на балансе. Юнисвап, USDT, биткоин MCRT. Хочу взять еще MCRT и поставить ордера на эфириум на 2000. Если вдруг прольется рынок. Попытаюсь поймать. Я, кстати говоря, это уже сделал раньше. Опять же, я красава. Я покажу вам, как я подобрал эфирчик. Внимательно смотрим. Видите, да? По 2093 доллара. А теперь эфир уже 2600. Ну давайте еще. Возьмем там 10 эфиров. Не, на 5 эфиров давайте. Или хрен с ним. 10. По 2092 доллара. Чик подыш. Готово. И у меня тут еще ордера стоят. Это то, что я держу на аккаунте. Это 580 тысяч. Это сделка по биткоину. И теперь ваши комментарии. Почитаем. Джеймс, ты лучший. Спасибо. Бычья дивергенция. Я думаю, что биткоин будет расти. Биткоин пойдет на 44-42. Привет, Джеймс. Я нихрена не могу понять, что такое индекс страха и жадности. Ты только недавно начал его показывать. Вот типа ты говоришь, что биткоин на 58, а индекс показывает страх, и это хорошо. Объясни, пожалуйста, в чем суть дела. Ребята, объясняю. Цена биткоина 58, а на рынке страх. Что это означает? Это означает, что если бы индекс был в зоне жадности, то это было бы опасно. Потому что тогда, получается, большинство думает, что биткоин переоценен. А когда рынок находится в страхе, это означает, что люди не думают, что рынок переоценен. При том, что биткоин стоит 58 или 60. Надеюсь, вы поняли. Джеймс, ты лучший. Спасибо. По твоему сигналу, я купил ворлдкоин по доллар 40. Пожалуйста, сделайте их анализ ворлдкоина. Ну, давайте посмотрим ворлдкоин. Потому что у меня тоже есть ворлдкоин. Я брал. Не сказать, чтобы много, но... А, кстати говоря, ворлдкоин-то я тоже красава. Подобрал на самом дне. Вы просто охренеете, я покажу вам сейчас. По эфиру-то я показал уже. Я продал ворлдкоин перед этим падением. Я продал по 2,20. И посмотрите, где я купил. Я купил по доллар 50. А этот чел купил по доллар 40, он говорит. Тоже хорошо. Сколько у меня там ворлдкоина вообще? Давайте-ка посмотрим. Ворлдкоина на 18 тысяч. На 18 тысяч у меня ворлдкоина. И также заявка на покупку по ворлдкоину. Да, стоит на 98 центов. На 10 тысяч хочу взять по этой цене. Пытаюсь поймать на проливах. Давайте на недельном таймфрейме посмотрим. Уровень поддержки находится на... Я бы сказал, что два уровня. На доллар 50, где сейчас находимся. На доллар 36 и на доллар 40. Ворлдкоин поднимался на 12 долларов. В марте я тогда всех предупреждал, что нужно продавать. Идеальный сигнал был. Стохастик в перепроданности. И двойное дно на стохастике. Давайте еще на месячном. Посмотрим. Как-то тут мало информации. На месяце. Объемы упали. На этой неделе падают объемы. Последние дни. Видите, да? Падают объемы. Поэтому легко может опуститься на Доллар 30. Но самый лучший уровень взять это 98 центов. На мой взгляд, опять же. А вы там проводите свои исследования и принимайте свои решения. Фиксируйте прибыль, биткоин будет падать. Вот видите? Страх на рынке. О чем я и говорил. Вопрос к Джеймсу. Когда мелкие трейдеры приходят на рынок и мы им продаем. Разве мемкоины это не единственное, что они знают? Будут ли они покупать монеты типа Юнисвоп и Соланы? Мемкоины пампят в конце бычьего рынка. В марте я предсказал вершину рынка и после этого стали пампить мемкоины. В конце бычки. Ребят, хорошо. Но давайте еще раз. Вот мне нравится говорить об этом. Поэтому повторю. Я видел это уже много раз. Еще с 2000. Хрен пойми какого года. 13-го что ли? Там, наверное, еще и альткоинов-то тогда не было. В 16-м эфир появился или когда там. Биткоин пампит. Альткоины. Короче, альткоины. Вот альткоины просели. Когда биткоин стабилизируется, вот эфириум начинает пампить. Деньги идут из-за биткоинов в эфир. А затем деньги идут в остальные экосистемы. Вот там эфириум, Солана. Вот альткоины пампят, которые на этих блокчейнах. А затем деньги начинают идти в другие альткоины. В общем, биткоин пампит, потом стабилизируется. Когда стабилизируется, эфир начинает расти. А затем альткоины. А затем приходит очередь мемкоинов и прочих щиткоинов. Знаменитости начинают что-то пилить про крипту с татухами на лбу. Затем политики всякие начинают что-то говорить. Затем эйфория приходит вообще ко всем. Все начинают показывать свои аккаунты, смотреть, какой я богатый. Это я тоже, помните, показывал, когда было у меня там 920 тысяч. Эйфория. Затем мемкоины, щиткоины, хер еще пойми какие коины, доккоины, кэткоины. Это финал бычки. И затем оттуда уходит ликвидность. Многие забывают о крипте на 2-3 года. И затем начинается все по новой. У нас была бычка несколько месяцев назад. В марте была вершина. У нас был такой мини-бычий рынок. Но я думаю, что скоро идет еще один. Мое такое мнение. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Когда я начал записывать эти видосы, капитализация рынка была что-то около 1 триллиона долларов. А когда я начинал вести свой твиттер, то она тогда была, я не знаю, миллион, наверное. Хотя, ну короче. И когда, в общем, не знаю, извините. Я вот, смотрите, в воде. Когда, эээ, и это то же самое. На предыдущих рынках такое было. И это случится снова. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.